Всем привет, друзья! С вами Антик, и мы продолжаем играть в замечательную игру The Banner Saga. Итак, давайте продолжим. В предыдущем эпизоде караван Варлов добрался-таки до города Риджхорн. По словам другого каравана Варлов, который к нам присоединился потом, из этого города выходили толпы драгов, но когда мы пришли в город, мы обнаружили, что... Короче говоря, мы обнаружили кучу трупов драгов, и никого тут нет. Ничего другого. Так, и мы сейчас сначала заглянем к героям. Вроде бы у нас... Посмотреть хочу... А, вот у нас повышение есть одно, да? Ну, это третий уровень, там на четвертый уровень, наверное, куча славы нужна. А вот провокаторы бы надо повысить, да? Фасоль, провокатор. Итак, продолжим. Да, опять славы. Так, что же ему улучшить? У него 15 броней, 10 силы. Так, напряжение ему повысим, наверное, и силу мы ему тоже повысим. Окей. Так, курса у нас не повысилась пока. А, Гуннадж у нас ранен. Лугин. Ох, по-прежнему я отношусь с опаской к этому Лугину. Повышать его, тратить на него славу. Ох, ведь покинет он меня потом, блин. Зря в него славу вливаю. Ну, ладно. В принципе. Силу воли может ему повысить, слушайте. Или пробивание брони. В принципе, пробивание брони ему как бы надо бы, да? Вот так вот сделаем. Окей. Ну и все. Давайте... Давайте теперь поднимемся все-таки к башне. Посмотрим, что там. Ого, сразу битва. Нифига себе. Так, ну, Гуннадж у нас ранен. У нас один силы в бою. Отдохните в лагере, чтобы вылечиться. Не знаю, может быть другого кого-то покачать, да? У нас вот Берсия, в принципе, не прокачана вообще. Но, опять же, с этим Лугином идет. Не знаю, брать его, не брать. В принципе, слишком много у нас в Варлдваге, как мы Эйрика возьмем в бой в какой-то веке. Он у нас может воодушевлять. Так, у этого артефактов нет? Нет. Готов. Отлично. На башне у нас драги засели, да? Вот так вот вошли мы в город, обнаружили кучу трупов-драгов. Вот они тут валяются. Там, кстати говоря, матрики, люди валяются. Ну, ладно, мы сейчас тогда... Вот этих... Этот случай будет идти, наверное, так вот как-то обходить там. Так что мы пока его не будем трогать. Щитовика сюда. Этого с топором сюда. Как у нас порядок хода? Вот у нас... Здесь вот щитовик должен быть. Вот так вот. Так. Лугина. Вот сюда. Лучницу позади. Ужди. Вот так-то мне лучницу зафигачит, да? Надо бы ее назад поставить вообще, чтобы... Она подошла и смогла выстрелить потом уже только. Вот так вот расставимся и нормально, я думаю. Да, думаю, сойдет. Так, ну что ж. У нас вроде бы все варлы у нас тут разместятся как-нибудь. Так, стоп. Надо подиагональдно ставить место. Так, кто-нибудь, кстати, ходит? Так, вот тот дальний луч... А тот дальний прачник. Он не лучник, а прачник. Ммм, десяточка, да? Ну ладно. Давайте сначала вот этого. Та-дам-та-дам. Броню ему пробьем. Блин, он подошел сюда. Я же забыл, они отходят. Ну ладно. Так, вот этого надо бить. По-любому. Так, теперь много вреда не причинит. Так, лучница вот, наверное, будет этого бить прачника. Так, вот отсюда она попадает только, да? Да, ну ладно, на пять давай тогда. Хотя, давай-ка вот знаешь что. Может, ты броню снимешь, а щитовик-то у нас как раз, щиторуб, зафигачит его. Так, сколько тебе надо брони снять? Четыре? Хватит брони снять, да? Четыре. Потому что у него четыре брони осталось. М-м-м-м-м. Идем сюда. Нормально. Так, этим-то ребятам вообще не уже, как бы, работа-то не осталось, да? Так, давайте посмотрим, кого можно воодушевить. Вот это вот два из четырех воли, силы воли. У этого тоже два из четырех, похоже. Осталось две воли. Можно любого из них воодушевить, в принципе. Хотя, с другой стороны, вот до этого лучника надо бежать. Точнее, прачника опять. Не так выразился. Ладно, давайте пока тогда подойдем вот сюда. Воодушевим. Кто у нас первый уходит? Щиторуб. Щиторубы и воодушевим тогда. Сколько он нам силы воли дал? Две. Так, кто ходит? Вот этот. Вот этот. Так, давай тогда этого бить. Четыре будет достаточно. Вот Лугин еще на повышение взял блина. Что-то больше делать. С ним. Так, восьмерочка. Нормально. На восемь. Так, или слушайте, может броню снять? Так, стоп. Это прачник туда-сюда бегает там. Так, как же мне теперь до этого достать? Потому что он ходит уже в следующий год. У него 11 силы. 11 силы это достаточно много. Блин, тут конечно лучницу я подставлю. Если подойду. Сколько у него сил? У него всего 6 силы, она его слабо очень пробьет. Так, никаких у тебя ловушек нет, да? Клей гори, правда, есть. Сюда, если что, сделать. Хотя он, наверное, не пойдет туда. Беда, беда, беда. Ладно, тогда я оставлю, наверное, ее отдыхать. Черт, он на свои 11 силы тут может кому-нибудь вмазать. Надо было все-таки силу пробивать. Этим топорником. Ну ладно. Сейчас мы этого прачника добьем. Займемся. Опять прачник туда-сюда бегает, а? Ты посмотри на него. Так, Лудину работы, конечно же, не осталось, да? Ну и пусть отдыхает тогда. Пилайс. Ну что ж, надо бежать к этому прачнику. Что остается, в принципе. Да, вот это, конечно, опасно бежать. Вот он сам подойдет. Я на это очень надеюсь, что он сам подойдет. Давайте приманку для него поставим. Так, подходит. Ух ты, он все-таки лучницу, да? Фигачит. Молодец в чем. Блин, от этого ему силы воли надо побольше. Это он нафига не набирается. Давайте сюда подходим. Фигачь его. Блин, куда ты отходишь, слушай? Давай хоть броню с ними тогда, что ли. Всю причем. Тебе тоже у нас силы воли, да, чтобы дойти? Нет, я не помогла силы воли. У тебя напряжение 2, я забыл. Напряжение всего 2. Больше 2 не получится. Силы воли, силы воли потратить. Ну, блин, давай. Все, тебе конец. Тебе, братишка, конец. Отлично, лудин повышен, фасоль повышен. Хоть фасоль-то прокачаю, наверное. Фасоль, фасоль. Вы опираетесь на разрушенную стену, наблюдая за марширующими внизу бесконечными получищами драгов. Доволен, Хакон? Спрашивает Могр. Такое количество драгов напоминает вам о великих воинах. Я видел достаточно, отвечаете вы. Пора уходить. Окей. Могр. А, подожди, Морг. Теперь он Морг, а не Могр. Ну, переводчики, я офигею, а? Морг. Могр стоит над трупами мужчины и женщины. Думаешь, драги пришли сюда за этой парочкой? Спрашивает Могр, указывая на них взмахом окровольного оружия. Что они здесь забыли? Кто это может быть вообще? Мужчина одет в легкую одежду, непригодную для путешествия по северу. На женщина красивая, но простой халат и платок. Нет, но что-то здесь неладно, говорит Могр. Он делает паузу, затем прислоняет ухо к груди мужчины. Этот еще жив, говорит он, а девушка нет. Со двора до вас доносится ляск металла, приглушенный плотным снегопадом. Проклятие, быстро отходим, возьмите живого. Спускаясь, вы прыгаете через ступеньки и выкрикиваете приказы в арлом, стоящем внизу. Неужели нас битва ждет? Блин, опять битва, слушайте. Ладно, хоть тут никого не ранили. Драги шеренгами стоят на поле боя, приготовив оружие. Бой кажется неизбежным. Сколько у нас тут? Их как минимум 795. Давайте боевой... Не удерживайте, давайте удержим их. Поднимайте щиты. Так, ну что ж. У нас этот еще не отдохнул таким. Придется им тем же составом биться, наверное, да? Три варвела, три человека. Так, слушайте, может быть фасоль-то повысить? Сколько у меня? 13 лав всего. Да, хватит. Так, что же ему дать-то? Что же ему дать? Пробивание брони, может быть? Одну защиту дадим. И, пожалуй, что... Может быть волю? Да, давайте силу дадим ему. Сейчас он будет танковать опять. Так, могут же, значит, фасоль-то у нас два танка. Ну, что может фасоль-то первого ходить? Давайте-ка фасоль-то попробуем поставить первым. Как он справится с этим? Ну, слушайте, их не так уж и много. Всего трое, почему так мало? Интересно. Или это потому, что я... Хотя, вроде бы как, я удерживал оборону. То есть я своих людей мало потратил на атаку-то. То есть их должно быть, наоборот, больше. По идее. Так, ладно, кто у нас первый ходит? Ты первый ходишь? Ты тут фиг до кого дойдешь? С другой стороны, у меня не обязательно доходить до них. Где у нас лучница? И праздников-то нет. Может быть, подойдут они еще, подтянутся, я не знаю. Давайте, ладно. Так, расставимся. Так, логин, потом этот. Я бы даже, наверное, вот так расставился. Чуть-чуть вот сюда. Ладно, все. Давайте вперед. Будем тогда их ждать, пока подходят они. Что-то они не торопятся подходить, да? Лучница. Вот, нормально, один уже подошел. Так, стоп. Лучше силы Вольфа, наверное, потратить и подальше от атаки. Так, кто уходит? Ну, там, следующий. Вот это, да? Ну, ладно, у меня выбора нет, я этого убью. Как можно больше броней мы снимем. Так, логин-то ничем не поможет тут, да? К сожалению. Так, воодушевить, может быть? Раз, пока нечего делать. Раз, пока нечего делать. Главное, чтобы они там его до смерти не забили, пока я тащу свои войска сюда. Так, докуда? До сюда можно найти, да? Безопасно. Да, уже 9 брони осталось. Теперь они уже помаленько будут пробивать, если захотят. Тут еще будут бежать, фиг знает сколько. Злоба-то, она действует на две клетки только. Так, вот тут же у нас добирается, хорошо. Раскалывающий удар поможет мне тут, нет? Фига себе на смерти я его убил, да? Так, кто ходит у них? Кто-то и ходит, да? Давайте-ка мы ему силы снимем. А то он уже начинает становиться опасным. Так, мне бы еще что-нибудь, не знаю, у кого-нибудь юнита, который броню восстанавливает, было бы круто. По-моему, что-то такое было, когда я первый раз проходил ее, давно очень. Что-то такое, по-моему, было. Хотя, может, я ошибаюсь. Так, ладно. Тебя надо бить. Всю броню почти у меня. Так, этого нельзя сюда тащить, потому что он загородит дорогу. М-м-м, так. Ну, ладно, Логина, давайте мы тоже не будем тогда вперед тащить. Все, все мы броню сняли уже. Больше он... Так, вот сюда тогда иди. Вот, лучница у нас прокачается после убийства. Вы улучшаете минутку... Получаете минутку, чтобы оглядеть поле битвы, враг отступает. Окей. Давайте мы убить несколько отступающих. Возьмем вариантик. Ой-ой-ой. Это опасно. Силы воли у этого дофига вообще. Так, что приседет. Так, раскалывающий удар там не поможет, нет? Интересно, что он появился и сразу же началась бойня, потому что он в одиночестве, этот драк. Ой, нет. Вот, раскалывающий удар. У тебя напряжение-то и два почему-то. Что-то я не понимаю, почему он прибавляется. Так, он досюда, если отойдешь, то, в принципе, достреливаешь. Ну, подражение. Нифига себе. 80% вероятности было. Ну, бывает, что поделать. Так. Так. Давайте-ка мы снимем нашу броню. А Логин добьет спокойненько. Хотя он так бы вроде бы добил. Были. Никто ранее не получил в какой-то веке. 10, слава всего. Наверное, надо поменьше их бить, чтобы в самом начале, чтобы побольше славы заработать. Что-то происходит. Я краем глаза наблюдал за сражением, а когда посмотрел вниз, драки уже толпой валили во двор. Не могу сказать, сколько их там. Но их много. Если мы пойдем назад через мост, будет бой. Есть еще варианты? Да не особо. Если ты не хочешь лезть в ту долину, нам придется уйти тем же путем, каким мы пришли. Хакон, я думаю, тебе стоит взглянуть на это. Спасенный человек уже закутан в теплую одежду и лежит за невысокой стеной, укрытой от ветра. Я думаю, что этот человек ткач. Это скорее запутывает ситуацию, чем разъясняет. Точно, я так и знал, что он кого-то мне напоминает. Заклинатели? В Риджхорне? Почему? Может быть, они что-то знали о происходящем? Чтобы он нам хоть что-нибудь рассказал, нужно выбраться отсюда живыми. Отдых. В принципе, нам не нужен отдых, потому что у нас никто не ранен. Давайте идем сразу. Подожди, Хакон, у нас много уставших и раненых. Будет тяжело. Каждый день драгов будет становиться все больше. Либо новая атака, либо нас завалит снегом. Густой снегопад скроет нас, если мы сможем прорвать первую линию драгов и оторваться от остальных. На этот раз я согласен. Я не намереваюсь оставаться здесь. Ммм, слушай, Хакон, решать тебе. Но просто удрать отсюда у нас не выйдет. Есть один выход. Если кто-то из варллов будет ранен, если кто угодно будет ранен в этом бою, его придется оставить. Блин. Что, у него улыбина, что ли, спрашивает совета этого молокососа? Если кто-то из варллов будет ранен, он придется оставить. Ну, блин, не знаю. Давайте составим план. Давайте пойдем на риск. Мне это не нравится, Хакон. Это все, что я скажу. Вот так вот мы рискнули все-таки, да? Мы готовы. Как будем действовать? Пробиться через передние ряды и не останавливаться. Отправить щит-рубов вперед и ввести оборонительный бой. Собрать все войска, ввести мощный удар и отогнать их. Отправить отряд для отвлечения у их внимания, после чего сбежать. Через передние ряды можно, в принципе, пробиться. Можно спровоцировать и истощить их. Даже не знаю, что будет лучше-то. Давайте-ка спровоцируем их и истощим. Ладно, если удастся отвлечь их основные силы, разбить их будет проще. Возможно, стоит попробовать. Мы сделаем это. Вы отправлять. Вы отправляете варлов провоцировать драгов. Парочка из них спускается, но их быстро убивают и сбрасывают в пропасть. Больше никто не поддается на уловку. Вместо этого драги швыряют взрывающиеся камни во всех приближающихся воинов. Вам придется сменить тактику. Ой-ой-ой-ой-ой. Атаку или отходим? Давайте в атаку пофиг. Вы со своими воинами бросаете вперед, выхватывая оружие. Драги рвутся в бой. Ну, в бой так в бой. Так, у меня Хакон, наверное, повысился, да? Сколько надо ему слава-то? 15, наверное. Да, 15. Больше у меня... Блин, вот это никак не может повыситься. Гремена лучница. Может быть, Эрика? Нет, Эрик тоже. Ну, в принципе, тогда некого мне повышать. Блин, это все происходит в один день и у меня до сих пор Гунуль старанен. Ну, ладно, давайте, я готов. Да, слушайте, их дофига там. Сейчас вот их дофига. Ммм, тогда, наверное, я думаю, лучников, что ли, в первую очередь, завалить. Хотя, таких сзади будут мешать. Так, может быть, этот будет сдерживать этих... Ребята. Да, что-то, конечно, опасно-опасно. Так вот, сделаем. Лучница куда идти в безопасное место, но хотя это слабо, так. Слабо и безопасность в этом месте. Для лучницы давайте-ка я сюда, подальше. Ну, как-нибудь так, наверное. Хотя нет, Лудина бы надо вот сюда, вниз. Где-то Эрика надо вниз. Так вот, наверное. Ох, не знаю, как эта битва пройдет. Но она будет, наверное, сложной. С таким количеством прачников на их стороне. О, взрывающиеся камни метают. Черт побери. Это плохо. Это очень плохо. Так, там прачник у нас... Там лучница ходит, да? Там вот этот товарищ ходит. Так. Куда подстать этого с топором-то, интересно. Ну, нижних, видимо, мы потом будем бить. Вот это мы дадим сходить. Ну, очевидно, надо с топором-то давить ски, потому что тут не хватает у меня воинов. Ну, давайте добьем тогда этого. Так, лучницам. Лучница, лучница. Блин, она слабая, как фиг знает в чем. Может быть, сюда тогда горение зафигачить? Ну-ка. Ну, чтобы сюда выстрелить, мне надо очень близко подойти. Вот в чем проблема-то. Угу. Да, уж тут куча проблем, мало решений. Давайте с ним. Пожалею, наверное, об этом. Оп. Оп. Эрик увлетела. Так, кто-то и будем бить тогда. Отлично. Это даже не стало подходить. Хорошо. Да, тебя тут уже немного повредили, у тебя силы меньше. Стало это плохо. Так, что тоже в Эрико будешь кидать? Я вообще не стал кидать. Странно. Но у него четыре силы, может быть, из-за этого. Мм, да, так и мне здоровится скоро. Успею, я отвезу. Какие-то не успею. Давайте убьем. Так, успею отвезти. Хорошо. Так, шестерочка ходит, потом это девяточка. Блин, туда я не могу пойти. Там, потому что... Хотя вот сюда можно вступить, да? Так, камень-то взрывается на одну клетку, интересно, или на несколько? Так, вот эти два камня не повредят его и не повредят. Фиг его знает. Сейчас проверим. Не помню, как они взрываются просто. Оп, лучницу. Фигакнули. Все, нафиг, лучницу надо... Лучница, надо сваливать отсюда. Желательно даже... В какую сторону, непонятно. Вот сюда. Так, вот девяточку. Какой-то... А, нет, только пьеболи сейчас не к месту будет. Всю силу воли потратим. Что-то камни не взрываются. Но они уже, в принципе, яркие стали. Скоро рванут. Так, проколование-то у меня только ведь броню убирает, да? Отбрасываю на две клетки. Цель кровоточит. Да, я его так убью. Че мне это проколование? Так, но есть возможность свалить подальше от этих камней. мы и воспользуемся. Да, тут, конечно, сейчас плохо. Очень плохо. Наверное, надо этого убрать подальше. Не, толку-то. Пусть отдыхает. Так, да я, конечно, непредусмотрительно загородил дорогу в Орлу. О, нет, нет. Блин, ну, как так-то? Надо было ей убежать тогда. А, беда. Никогда не знаешь, кого они там будут бить. 90 процентов, но я думаю, да, убьет. Заколебали, честное слово. Камни не взрываются, гребаные. Тебя тоже надо было убрать от края. Может, мне сейчас будут вызывать еще других этих ребят. Так, а как там кто-то прокладывать? Ну-ка. А, тут никак не подойдешь, потому что вот так вот можно будет прокладывать, но блин, он к нему не подберется. Не пройдя по камням. Ну, в камни я заходить совсем не хочу. Блин. Ой-ой. Ваша слава растет. Так, Эрик повышение получил. А что, кстати говоря, нам даже не предложили еще кого-то там призвать. Уничтожив первую волну драгов, вы останавливаетесь и оглядываете поле боя. Вашим воинам улыбается удача, к счастью, их достаточно для осуществления плана. Драги приходят в ярость, но быстро рассеиваются. Кажется, теперь вы можете безопасно оторваться от них. Выбочки вырвались из этого кошмара. Что делать? Хм. Хорошее предложение, кстати говоря. Не остроить живых ни одного драга. Давайте не оставим живых ни одного драга. Бежать от драгов только не после всего пережитого. Вы удваиваете свои усилия, все они как один полегут на этом поле. Еще один бой. Еще один бой. Ну блин, вот это и так уже нафиг себе ранено. Давайте-ка мы все-таки возьмем еще одного щитовика, что ли. Мало танков не бывает. Может быть Берси. Давайте Берси опробуем в бою. Куда же его поставить-то интересно. Вот сюда, наверное. Хотя пусть сначала два щитовика сходят, а потом уже тут Берси. Так, ну а могу Эрика повысить наконец-то уже? Так, что ему можно улучшить-то? Он у нас водушевитель, поэтому надо ему силу воли вкладывать. И напряжение, что ли? Напряжение, напряжение, напряжение. Давай так. Только мне слава осталось 12, всего уже никого больше не повышу. Давайте в бой. Надеюсь, я не зря рискую. Блин, сколько их дофига опять. Так, тут у нас опасен 11 силы, 11. В принципе, не так уж и все плохо. Так, ты сразу доберешься до одного прачника, да? Потом сходит топорник с топором, чувак. Так, давай-ка вот так тогда расставимся. С топором добьет. Потом вот этот пойдет. И этот нормально, кстати говоря. Вполне себе нечеток. Ой-ой-ой. Десяточка. Блин, десяточка-то что-то не подумал. Ну, хотя не знаю, у тебя в каком порядке не будут ходить эти ребята. Никогда не знаешь. Так что придется, наверное, пожертвовать Эриком. Блин, тут, конечно, щитовик, поэтому зарядит. Ну, ладно. Восемь. Давайте это сразу убьем. Что-то брылся под ногами. А нет, он, кстати, пошел куда-то вверх почему-то. Что за тупник? Так, 11 ходит, да? Ну, кстати, кроме как, ну, в принципе, этого можно еще дарить. Ну, давайте пойдем ему снимем тогда брони. Сколько-то? Четыре, например. Да, он пришел на этого. А, вот так он, это. Броню снимает тоже. Семь брони осталось. Ладно. Идем сюда. Так, Эрик. Так, кто-то будет, потом прачник. Потом Лудин, да? Лудин, 12 сил. Давайте-ка мы тогда ему броню снимем по максимуму. Еще и этому немного. Опа, он опять эти гребеные камни кидает. А нет. Я думал, сейчас камни кинет взрывающиеся. Так, стоп. Вот этот ходит потом. Этот ходит. В принципе, нормально. Не загаражу я дорогу. Сюда встану. О, нормальный, десяточка. Так. Вот этот ходит, да? В принципе, кроме как до щитовиков не добирается ни до кого, злоба-то у нас что делает? Просто дразнит. То есть, не увеличивает никак броню, да? Не увеличивает никак броню, к сожалению. Блин, ну тут-то 18 броней фиг знает как с ним. Че, у тебя напряжение-то нулевое, что ли? Как так? Блин. А че тогда делать? Че тогда делать? Всего одну броню снял. Вот, это ж надо. За три. Да, из-за этого боя, похоже, я не буду вызывать кого-то еще, если он мне предложит вообще. Так, пращник потом. Вот этот, кстати говоря, сразу же. Но силы воли на 80% тратить, конечно, опасно. В принципе, этот сзади потом ударит. Давайте броню снимем. Раз уж она гарантированно снимается. Блин, три брони снял. Как так? Че, жесть. Оба, вот это, кстати говоря, он сейчас хорошо сделал. Я так неосмотрительно, конечно, окружил его. Гребаного прячника надо бить, а то он задолбал. Блин. Вот это, да. Слушайте, вот это сейчас было сильно. Блин, это опасно еще, чувак. Че с ним делать-то хоть? Многие у меня тут полягут. Че-то я решил всех добить-то, а? Сейчас еще кого-нибудь отправят. Да уж. Неприятно. Ладно, Лудин у нас полный МХП, я думаю, как-то. Вроде-ка отбросим его. Если получится. А, нельзя что ли? Блин, отбрасывание опять, я забыл, что оно работает только на прямом ударе. Только у тебя две силы всего. Больше никто не дойдет, да? Того что ли заслонить потом? Так, мака силы воли поможет тебе? У тебя три напряжения. Убежать ты от него. Он на четыре клетки все выходит? Так, а ты у нас ходишь? Тот он до сюда доберется, до сюда уже нет. Будет, блин, два часа добираться. Вот тоже. Так, Эрик. Одиннадцать у тебя, девять силы. Ты пробьешь его. Да. Печалька. Ну, давай броню снимай, что делать? Нормально. Держимся пока. Пока что держимся. Так, ну так-то тебе надо, конечно, освободить бы место для вот этого чувака, чтобы он подошел. Так что давай-ка вот сюда. нет, лучше вот сюда иди, а лучше вот сюда вообще. Так, а еще получится у тебя? Ну ладно, пока вот так вот снимем. Ты отдыхаешь. Тут надо немного силы воли проявить. и атакуем, что я с силой. Ну шесть, нормально. Сейчас завалим. Семерочка. Отлично. Все нафиг, сваливаем отсюда. Может мне какой-нибудь предмет дадут, нет? За такие-то страдания. Дайди какой-нибудь артефакт. Нет, ни хрена не дали. Вот сволочи. Ну что ж, мы покидаем Риджхорн. Мы нашли откача, заклинателя, который там без сознания пока лежит. Наверное, он скоро очнется и что-то нам сообщит важную информацию. Так, мы идем в шлит, да? Нет, мы мимо шли, да прошли. И аж до... Неужели до Грофхейма дошли? Нифига себе, как далеко продвинулись. То еле-еле плелись, то на тебе через полкарты рванули. Нормально так. Так, Убин. Хакон, подойди ко мне на минутку. Хочу показать тебе кое-что интересное. Встречающую делегацию из Грофхейма с бочками медовухи? Это, пожалуй, единственное, что я бы хотел увидеть. К сожалению, нет. Ткач из Риджхорна очнулся. Говорит, что его зовут Эйвинт. Звучит, как имя Ткача. Как он? Нехорошо. Где мы? За пару дней пути от Грофхейма мы нашли тебя в башне Риджхорна. Что ты там делал? Грофхейм. Нет, 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 нам не туда. Юнона, где она? Где женщина, которая была со мной? Она погибла, друг мой. Мы взяли с собой только живых. Нет, мы должны вернуться. Не думаю. Мы едва выбрались две недели назад. Ты знаешь, что драги делали в Риджхорне? Драги? Мы должны вернуться! Там сейчас кладбище, юноша. Мне очень жаль, Эйвинт, женщина была мертва, когда мы пришли. Нам надо сообщить Йорунду, что происходит и готовится к кровавой войне. Поэтому, если ты... Она мертва, я не мог ее спасти. Я не мог ее спасти. Внезапно, Эйвинт выглядит истощенным. Он соскальзывает на землю и вы делаете варлам знак посадить его на повозку. Я надеялся услышать другое. Не знаю, на что я надеялся. Идем, Убин. Чем скорее мы доберемся до Грофхайма, тем лучше. Да, ничего нам ткач не сообщил, короче говоря, он только о девушке о своей беспокоился. Ужас проникает в сердце, когда мы подходим к Грофхайму. Никто из нас не ожидал увидеть город невредимым, но то, что мы видим, заставляет меня потерять дар речи. Ни хрена себе. Грофхайм в огне. Вот это да. Глава 4, иначе им не вернуться домой. Так, мы, наверное, переходим снова к истории рука и элиты. Как ее там элита, ее зовут девушку. Вот у нас рук. Так, Экил, разговор с Экилом. Что я говорил тебе, рук? У того человека слегка сумасшедший вид. Он стоит за цепочкой, десятка мужчин указывает опором в вашем направлении. Так, мы, насколько я помню, с караваном людей тут ворвались в город некий, пробрались, и нас встретил этот Экил, предложил присоединиться на его сторону, чтобы, короче, разобраться с непорядками. Ну, а сейчас посмотрим, что тут будет происходить. Экил, ты сукин сын. Помнишь, что я сказал? Тщательно подумай о том, чего ты хочешь. Вот твоя плата. Экил уходит, оставив вас наедине с его головорезами. Нихрена себе. Так, нам сейчас надо будет обороняться, да? Так, у нас Альвер доступен со щитом. И Игиль у нас со щитом еще танкует. Так, кстати говоря, у нас тут сколько славы-то? 28 славы, никто не хочет там повышение получить, я не знаю. Может быть, хоть кто-то? А, подожди-ка. Да, все правильно, лучница хочет повышение получить. Продолжить, подтвердить. Так, что же и прокачать-то? Силу, напряжение, пробивание брони. Надо бы и силу прокачать, чтобы она получше стреляла, я думаю. 5 сил и воли у нее. Так, мы напряжение, наверное, подтвердим. Окей. Так, рук. Да, рук тоже повысится. Хочет Альета? Нет, Альета не хочет. Блин, Альета первого уровня, какого хрена? Я ее не качаю никак. Так, рука, чтобы повысить, не хватит вообще? Слава-то. Да, хватит. Так, давайте подтвердим перед этой дракой. Точнее, повысим этого рука перед дракой. У нас тоже лучник. Блин, дофига лучников тут так-то. Силу воли, силу просто. Так, что у него с навыком? Так, во всеми союзниками. А, ну да, это пометить цель. Но это надо ему подходить, блин, вплотную. Что плохо-то? Я думаю, напряжение и силы воли стоит наверное сделать эти силы воли как-то. Так, напряжение, силы воли у меня мало, вот так вот я сделаю. Напряжение не имеет смысла в принципе повышать, потому что силы воли не так много подтвердить. Окей, идем в бой. Так, какой бой? Мне надо какого-нибудь тут убрать. Айвера поставить. Может элиту нафиг? Какой-то не толк, слушайте. Плюс одна броня, плюс одна сила, плюс одна сила воли. Блин, ну ее качать надо с другой стороны. С другой стороны надо качать ее. Ну, три лучника это слишком много. Ладно, пофиг на элиту. Давайте берем ее артефакт, лучше отдай ним. Вот это и лучница. Она с менее прокачена. Так и так уж руку бы надо поближе вставить. Вот так вот. Чередовать хотя бы хоть как-то. Хоть как-то чередовать. Тут лучница вообще в конец, наверное, стоит поставить. Пробуем так. Я, кстати, не посмотрел, может быть, у Айвера тоже было повышение. Так, ну что их тут так много-то, что за фигня. На все 8 человек. Да уж, как они ходить будут очень ясно. Так, внизу только большинство ближний бой, а тут у нас два дальнобойных. Так что я, наверное, вверх пойду сначала. Вот так вот, наверное, как-то. Хотя, этих тоже надо снизу как-то. Вот так я думаю сделать. Давайте попробуем. Мне еще бонусы имеют друг от друга, если рядом станут. Надо этим пользоваться. Так, женщину убили. По традиции. первым у нас умирает женщина. Да, что-то я этого поставил далеко слишком. Ну ладно. Атаковать. Мало силы воли в этого парнишке. О, поклонение. Нифига себе. Это повезло. Это повезло. Так, рук. Рук, рук. Добьем еще одну женщину. Так, себе ручку оставила ему только. И он не стал атаковать никого вообще. Ну, красавчик, че? Так, вот эти ребята че у нас тут доходят? Не доходят? Нет, нифига они не доходят. Думаю тогда остаться отдохнуть. Так, сейчас посмотрим, как они ходят. Тут сходят, да, сначала? Так, куда она пойдет, интересно. Так, вот град стрел, чтобы сделать. Нет, тут так не получится. Надо отдыхать. Так, сейчас лучница пойдет, потом вот этот пойдет. Значит, встаем вот сюда. Ой-ой-ой. Ну, не очень больно, на самом деле. Совсем не больно. Так, сейчас уже опасная обстановочка. Обстановочка-то у нас накаляется понемногу. Так, это еще долго будет ходить. Надо бы женщину тут нейтрализовать, я думаю. Тушь. Так вот. Что-то они бегают, бегают, не хотят атаковать. Так, вот этот подойдет, да? Наверное, всегда стоит встать. Хотя, можно под удар подставиться. Десятка у него, да? Десятка так-то больно ударит. Но, я думаю, это стоит того. Брони много, сняли очень. Опа! Тут опасно. Тогда был сейчас опасный трюк. Девяточка, да? Давайте-ка с ним девяточку тогда. Так, и что-то не достреливают до него, что ли? Так, так. Ух ты. Нормально. Так, женщина ходит. Но, женщина много не снимет, потому что у нее всего три силы. Потом, вот этот ходит, она тоже три силы. Он тоже не особо опасен. А вот этот чувак уже пострашнее будет. Нормально. От этого еще семерочка. Это не до кого не добегает сейчас. Ну, хотя бы бонус защиты давай дадим тогда своим ребяткам. Это семерочка надо бить. Можно поменять жертву. В принципе, это семерочка. Хм. Либо семерочку бить, либо пометить вот эту жертву. Давно я так-то хотел пометить жертву, посмотреть, как это вообще работает. Что-то не очень работает, потому что нишка мало у меня солдат рядом. Ну, ладно. Сейчас вот этого тогда будем бить. Блин. Ну-ка. У тебя напряжение-то 2 ведь. И опять тебе силы оставим, чтобы ты не очень выпендривался. Месорубка. Так, девяточка. 70%. Так-то опасно, слушайте. Опасно. Давайте рискнем. Опа. Нормально. Прокатило. Дениси тут троточка, да? Очередную женщину убиваем. Ну, на этот раз все честно. Женщина убила женщину. Так что это нормально. Так, кто ходит? Троечка ходит, да? Потом где-то троечка. Пятерочку надо убить, короче. Что мне со своей сыркой, к которой они привязались? блин, как он так 3D пробил? Так, Рук, давай-ка ты уже начнешь убивать, наверное. вот еще раз сделать эту метку. А, уже нельзя. Уже нельзя. Так, силы вульки надо дать. Так вот они пробивают силу только в путь. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Хочет. Троечку надо убирать, но до троечки я не добираюсь. Так, давай-ка ты, короче, в порядку будем бить тогда их. Все, уже по силе начинаем бить. Так, кто из них первый доходит? У тебя единичка, а тут тебя... А, в принципе, оба не очень опасны. Ну, блин, этого... А, что-то я, слушайте, туплю-то. У меня уже одна-две силы осталось. Надо рисковать, короче. Так, мой лучница еще чуть-чуть повысит. Хотя у нее там вроде бы еще три убийства надо. До повышения. Ай, блин, ранили-ранили чувака, ранили. Фух, выжил он, выжил. Круто. Ну и все, вот тебе за это. Ну что ж, Рок у нас спасся от банды этого безумного рыжего, как ее там, Экила. Так что все в порядке. Так что все в порядке. Ну что ж, я пока на этом приостановлюсь. Спасибо за то, что следите за прохождение этой замечательной игры. Очень скоро уже будет вторая часть. И эту бы часть надо пройти до выхода второй. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, если вы хотите увидеть продолжение. И делитесь, конечно же, видео с друзьями. Всем удачки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok